Вот такие цены в АТБ на 30 октября 2020 года в Херсоне. Почему решил снять с имбиря? Дома сегодня чуть выкопали корни топинамбура, ну картошек, и обжарили их. И точно они вот как на витрине лежат имбирь, вот такой вот топинамбур, только они такие не тройные, как одиночные. Ну смотрите, АТБ конечно молодец, там дальше увидите цены на буряк и лук ниже, чем на рынке. И рядом, это возле Днепровского рынка АТБ. Ну держат цены нормальные, но боюсь, как бы у нас не была в Украине голодная зима 2021 года, как бы все к этому идет. Ну посмотрите цены, у них даже подсолнечное масло пришлось купить нерафинированное, 0,85 литра около 28 гривен стоит. Тоже дешевле, чем на рынке нерафинированное масло. Потому что сейчас купишь сырое масло на рынке, вот как они новый урожай говорят, все, ну вообще маслом у них не пахнет. Просто удивляйся, что приходится уже покупать фасованное масло в АТБ. Вот такие вот дела. Ну смотрите, дальше цены. Старается торговая сеть, что тут скажешь. Можно всегда что-то выбрать. Посмотрите, как в ваших магазинах все. На базаре тоже накидают тебе все подряд. Потом домой придешь, те помидоры смотришь. То надо выкинуть, то выкинуть. Что получается дороже, чем в магазине. Ну чеснок на базаре, на привокзалке дешевле в Херсоне, конечно. Ну вот так вот. Такая у нас торговая розничная сеть. Ну и фреш старается, супермаркет тоже у них свое. Иногда там недорогое проскакивает. В сельпо сейчас редко захожу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...